и Святаго Зуха. Сегодня Православная Церковь чтит память Святой Великомученицы Екатерины, которая является небесной покровительницей Петропавловского прихода. Почти каждую седмицу мы служим Акафист Святой Екатерине, воздавая хвалу Богу, прославившему ее. И испрашиваем у Святой молитв и ходатайств о нашем спасении и утверждении в вере. Мы вдохновляемся образами жития Святой, жившей в конце III века в Александрии Египетской. Какие же образы жития Святой Екатерины нас вдохновляют на пути веры? Первый образ – это само имя, которое значит «чистота и непорочность». Это имя Святая получила в крещении от духовника своей матери. Но и ранее до принятия благодати крещения Святая обладала богатством, естественных дарований и добродетелей. Она имела возможность учиться и посвящать время наукам и искусствам, развитым в то время в Александрии, как центре книжности и философии. Она научилась вести ученые беседы на умозрительные темы. В жизни как бы подчеркивается, что Святая Душа Екатерины была устремлена к познанию истины истяжанию мудрости, а не к устроению земной жизни своей. Душа ее искала жениха, обладающего полнотой истины. Конечно, найти такого жениха было непросто. Образ души, ищущий жениха как воплощение мудрости, этот образ соотносится с каждым человеком, чья душа есть по природе христианка, по слову Тертулиана. Душа человека жаждет сокровища небесного, Бога. Далее в житии мы встречаем образ христианского отшельника, духовника, который жил за пределами города. Происходит их встреча, на которой Екатерина получает от старца драгоценную мудрость, слово о Христе, Сыне Божием, Боге, который стал человеком ради нашего спасения. Она услышала, что этот Бог желает союза со всякой непорочной душой. Именно в этот момент душа Екатерины обретает жениха, которого искала. Христос и Его Пречистая Матерь являются Екатерине ночью в видении. И в начале Христос, Богомладенец, отворачивается от нее, как бы не признавая ее мудрости и красоты, а после крещения приветствует и дарит драгоценный перстень. Божественный перстень есть образ союза души с Богом, единения с Ним, как самая важность, важная драгоценность человека. Мы узнаем из жития, что для обретения истины человеку надо выйти за пределы города, то есть за пределы человеческих страстей и привычных ценностей. В душе нужно пройти путь, ведущий от земного к небесному. Екатерина совершает этот путь, принимая святое крещение, которое и есть рождение души для спасения вечной жизни. Также крещение и веропомазание каждого из нас – это образ нашего союза с Богом. Наконец, мы достигаем кульминации жития святой Екатерины, ее подвига исповедания Христа и мученичества за Христа. Муки, пытки и лесть правителя уже не могли разрушить союза ее души с Богом. Когда мы читаем изложение подвига святой, есть ощущение действия такой силы, которой невозможно было противоборствовать. Таким образом, святая Екатерина не только получила небесную мудрость, но также стала сосудом небесной силы, сосудом исповедания веры. Она прославила Бога, небесного жениха Христа. Бог прославил ее, чистую верную невесту благодати Божией. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим небесным, говорит Христос. С образом Екатерины, исповедующей Христа Спасителя, соотносится подвиг новомучеников и исповедников Христовых ХХ века. Сто лет исполнилось восстановлению патриаршества в русской церкви, но это было и время начала тех кровопровидных гонений, ответом на которые стал подвиг новомучеников и исповедников. Таким образом, святые мученики разных эпох, несмотря на расстояние во времени, соединяются вместе во едином подвиге исповедания Христа Спасителя. Своим подвигом они утверждают и наши сердца верия, любви и преданности Христу Богу. Аминь. Спасибо, Господи. Господи.